О чём этот роман? Это роман о гениальности. В первую очередь о любви и нелюбви. И о сочетании гениальности и любви и нелюбви, пожалуй. А ещё это роман о семье, как о высшем проявлении этой любви и нелюбви. И о механизмах, которые позволяют людям, вроде бы неродным, сделаться родными. Наоборот. О механизмах, которые разделяют людей родных по крови. Это роман, он очень красивый. По всём подряд и о жизни любви, и об искусстве, и о боге, и о инфрациях. Когда появляются несколько женщин, когда появляются дети, и эти женщины, и в принципе... Мы получили всё, что это невозможно. Когда берёшься писать большую книгу, это всегда вопросы. Маленький рассказ, или даже большой рассказ, как всегда, о настроении. А большая книга — это всегда попытка либо задать вопрос, либо получить в идеале, и задать вопрос и получить на него сразу ответы. Мне было интересно сразу несколько вещей. Во-первых, безумно интересно, что такое гениальность. Потому что мы все сталкиваемся в жизни хотя бы раз или два с талантливым людьми. У нас есть способности людей, способностей не бывает. Вот что такое гениальность? Да, вот вообразить себе человека с таким громадным даром. Человека, который практически уже не человек. Которого нам трудно понять. Которому самому трудно встроиться в обыденный мир, потому что он выше его мосток голов. Вот понять природу, эту гениальность. И ощутить всё, что ощущает человек, наделённый таким даром. Вот ни за что. Вот он гений, да? А хочет быть самым обыкновенным человеком. И хоть немного пожить в шкуре такого человека, и понять, как он существует, оценить всю эту боль, весь этот вес, весь этот груз дара. Вот мне было очень интересно. Ещё было очень интересно и понять, и показать, как менять любовь нас всех. Вот Галина Петровна, которую обожает Линд, Линда не то, что даже на него не выносит, он для неё мерзительный, как некая миспома. Но этого же самого Линда очень любит Маруста. И один и тот же человек для двух разных женщин представляет как просто два разных персонажа. И так с каждым героем в руки, да, в глазах другого персонажа, благодаря любви или не любви, он становится совсем не любви. Это очень интересно. Те, кого мы любим, могут быть ненавистны кому-то другому. Нам это трудно предоставить. Но это действительно так. Мне казалось, это очень интересная задача. У меня есть любимые персонажи, безусловно. Это в первую очередь Маруся. И вообще вот пара. Маруся, её муж, семья Силдоновых. Вот с моей точки зрения, это вот такая семья должна быть. Это естественное сочное супружество, веру в которую мы совершенно утратили, способность жить вместе долгие годы, верность и любви. Всю жизнь с одним и тем же человеком мы никогда об этом не жалеем, да. Вот мы этого уже не можем. Это могли наши родители и наши детские бабушки. И сейчас даже трудно вообразить, как у них это получилось. Мы не можем. Но это не означает, что этого не существует. И вот эта вот пара со всеми драгоценными подробностями её жизни, начавшись ещё в 19 веке, громадной жизнью совместно, несмотря на все тяготы, совершенно лучезарно счастливы. Да, вот это мои любимые персонажи. И мне хочется верить, что может быть и у нас получится. Ну, на самом деле, вымышленных и подлинных персонажей в книге «Оборок». Я как-то сделала это специально. Мне нравится, когда исторические персонажи и герои вымышленные живут одной жизнью, сосед, мне кажется, что это справедливо. Потому что с точки зрения большой истории, жизнь Берии, Сталина, Иоффе, ну, кого угодно, да, кого угодно из реальных больших людей, попавших в энциклопедию, это жизнь подлинная. А наша, микроскопическая, незаметная, она как будто и не существует. Она как будто вымысленная для всех, кто нас не знает. Это несправедливо. Я хотела дать вымышленным, частным, историям, маленьким. Хотела дать им шанс. Хотела, чтобы эти вымышленные, маленькие, семейные истории с их тайнами, с их трудностями, чтобы они зазвучали в том же историческом масштабе, в котором звучат подлинные биографии невымышленных, великих людей. Мне хотелось дать нам всем шанс, каждому из нас, потому что частная семейная история каждого из нас, вот только она и делает большую историю по-настоящему, настоящей, да, по-настоящему большой. И да, история моих мамы, папы, дедушек и бабушек совершенно невымышленная. В моей жизни нет совершенно ничего интересного. Я закончила литературный институт, потом институт мировой литературы, аспирантуру, и работаю в Москве в одном из глянцевых журналов много лет. И моя частная жизнь действительно абсолютно неинтересна, потому что человек пишущий, человек живущий обычной жизнью, даже если один и тот же персонаж человек. Они друг другу, как правило, мешают. Человек живущий хочет жить, человек пишущий хочет писать. И читателю, безусловно, мне кажется, любому читателю гораздо интереснее и приятнее иметь дело с пишущей поставью. Марина вполне необыкновенная для себя литература писательства, потому что сочетает настоящую литературную страсть к страстику, история страстика, рассказываю ее с таким вполне, я бы сказал, блеском, слегка гламурным блеском каждой фразы. То, что Марина прошла через школу глянцевых журналов, очень заметно причтит, потому что все-таки так сказать, ну, традиционная русская литература, она такая на уровне фразы немножко рыхлая. Почему писательные так редко становится хорошими дэнсом или газетным автором? Марина же каждая фраза сколочена так, чтобы читатель снова и снова попадался на крючок в каждой фразе. Я обновидный человек, я женщина, это само по себе подвиг, я считаю, в нашей стране, особенно попробуйте совместить два таких разных качества, будь человек, будь женщина, но при этом еще успевать сходить на работу и что-то писать. При этом, как сказала одна моя добрая приятельница и коллега, трудно представить себе, что кто-то мог написать такую книжку, не сидя перед окном и не глядя в черешни и не глядя сходить.